Стрельбу из лука сегодня можно смело назвать одним из самых романтичных и изящных видов спорта. Момент, когда спортсмен грациозным движением руки отпускает стрелу и попадает точно в цель, не может не завораживать. Поэтому неудивительно, что сегодня ряды лучников продолжают пополняться. Об этом в подтверждении говорит количество участников, которые приехали на республиканские соревнования по стрельбе из лука на призы Героя Советского Союза Петра Климука. Это уже 47-й турнир в честь Героя Советского Союза Петра Ильича Климука. Это уже 47-й раз мы встречаемся на Брестской земле. Постоянно на эти соревнования приглашаются наши гости, спортсмены из других государств. На этих соревнованиях представлены три страны Республики Беларусь, Российская Федерация и Республика Казахстан. Кстати, рекордный турнир. Участвуют 207 спортсменов. Вообще за всю историю Республики Беларусь таких масштабных соревнований не было. Поэтому очень приятно, что у нас иностранных спортсменов почти 100 человек. И белорусов чуть больше, конечно, чем их. Поэтому будем брать не количеством, а качеством. Глядя на этих красивых, мускулистых мужчин и ярких женщин, ловко справляющихся с таким древним оружием, как лук и стрелы, никогда не скажешь, что они каждый день по несколько десятков раз поднимают данный инвентарь весом с учетом натяжения порядка 25 килограммов. Многочасовые тренировки, упорство и усердие для них не пустой звук. Звук стрелы, попавший в яблочко в самый центр мишени. Занимаюсь я в 10-й год пойдет. Начала заниматься в детстве, потому что мы с папой сходили в тир. И так затянуло, затянуло, и это уже неотребованная часть моей жизни. Тяжело, если нет физической подготовки. Особенно вот сейчас у нас 4 дистанции в 2 дня. И достаточно тяжело дается, потому что сил не хватает. Эти соревнования очень интересные. Я уже тут второй раз пресс поощущаю. И очень комфортно тут. Прям в некоторых местах бывает, что некомфортно стрелять. Ну, просто по ощущениям. Тут очень приятно. Довольно сложно. Он и координационный, и психологическая подготовка, и таксическая. Все вместе. Как бы это один из сложнейших видов спорта. Приехали все сильнейшие спортсмены из России, из Казахстана. Ну, хотим себя показать, побороться, естественно. Недооценивать нельзя, но шанс есть всегда. И мы бьемся за него. Главное в этом виде спорта – предельная концентрация, внимание, точный глазомер и твердая рука. С этим согласны и сами участники. Выпустить стрелу несложно. Вот натянуть тетиву, чтобы не дрогнула рука, и попасть в яблочко, нужно учиться и тренироваться. Физическая подготовка нужна, во-первых, это и выносливость, и сила, потому что мужчины стреляют луками 23-24 килограмма силы натяжения, девочки 18-19. То есть, как бы тут нужна, естественно, физическая подготовка. И к тому же выносливость, потому что соревнования у нас зачаствуют с утра до вечера, и стреляем, стреляем, стреляем. Тут тяжело и психологически, и погода бывает всякая разная. И дождь, и ветер, и жара. Ну, больше, конечно, жара. Данный вид спорта, ну, более сложный, я считаю, в том, что он достаточно монотонный. Вот они стреляют, 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 и сумма результата, вот сегодняшний и вчерашний, это определяет у нас первый, второй, третий и так далее по стартовому кругу. Далее начинается олимпийская система, сильный против слабого стреляет, там, допустим, первым, шестьдесят четвертым, они стреляют, и дальше так вот по олимпийской системе кто дает до финала. Анастасия Мельшкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимантович, Новости Бреста. Новости Бреста.